Сметана Деревенская Дата упаковки 4 числа Ну конечно понятно, что упаковали В какой-то определенный То есть могли и раньше Как говорится, эту сметану приготовить Но будем верить, что срок годности Этой сметаны 5 дней Ну здесь производитель в общем так и пишет Это сметана Деревенская Куплена у фермера Эта сметана куплена В магазине И здесь мелким Шрифтом Написано, что Срок годности 39 суток Ну и везде состав Примерно одинаковый То есть нормализованные Сливки плюс закваска Здесь то же самое Итак Давайте посмотрим вид Сметаны Здесь она вот такая, знаете, беленая Ну и конечно слегка желтоватая Но здесь видно, что имеет Бежевый цвет Кстати, по описанию Натуральности То Говорят о том, что именно Такой бежеватый цвет Должен присутствовать У сметаны Хорошо Значит, сейчас Проверим сметану на Кстати, там вот Уже водичка такая Как бы она Расслоилась Либо сметана очень давно стоит Либо Тут какая-то подделка Итак, проверим на Содержание Крахмала На содержание Посмотрим Так Потому что Некоторые производители Кладут сюда Крахмал Также берем Йод Который Четко показывает Есть ли там Крахмал Либо его там Нету То есть он должен Стать Другим цветом То есть цветом Темным Синим Или Фиолетовым Ну что я могу Сразу вам сказать Сейчас я уберу Потому что Йод Сами знаете Если разольется То это не очень хорошо Сразу 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 Видно Реакцию Итак Смотрите Внимательно Сразу Пошла Реакция То есть Значит Эта сметана Содержит Крахмал То есть Здесь Видно Темно-фиолетовый Синеватый Оттенок Смотрим На эту сметану Смотрите Как она выглядит То есть Здесь Крахмала нет То есть Йод Остался Йодом На ваших глазах Мы видим Что происходит Можно сказать На этом Можно эксперимент Остановить Но Еще один Эксперимент Мы проведем Для этого Понадобится Теплая вода Около 40 градусов Наливаем Примерно Одинаково Не столь важно Сколько Количество Воды Так Беру Две ложки Чтобы мне Итак Берем Деревенскую Кладем В этот Стакан Деревенская Фермерская Как угодно И берем Эту сметану Купленную В магазине И Значит Размешаем Что В общем-то Я ожидаю Здесь увидеть Что В первом стакане Сметана Растворится Полностью А эта Растворится Но Не полностью И должен Проявиться Какой-то Осадок Итак Берем Проверяем Это На содержание Посторонних Каких-то Веществ Включая Палевое Масло Которое У нас К сожалению Очень любят Добавлять Посмотрите Какой Красивый Приятный Цвет И Сметана У нас Здесь Практически Вся Растворилась Полностью Вот Она То есть Такого Цвета Конечно Наверное Надо Вредать Постоять Чтобы Он еще Отстоялся Но Не будем Ждать Размешаем Эту Сметану Тоже В общем-то Она Размешивается И Здесь Не должно То есть Она должна Раствориться Полностью Ну Могу сказать Что Растворяется Уже Видно Сразу Плохо Потому что Это Прямо Быстро Растворилось Эта Сметана Растворяется Очень Долго Размешиваем 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 Хорошенько Все Размешать Чтобы Все Было По-честному И Еще Размешаем Ну Что Я Здесь Заметил Давайте Посмотрим Вот Это Более Какой-то Молочный Вид А у Этого Более Знаете Как бы Прозрачный Да То есть Растворился Неплохо Все Но По цвету Общему Видно Разницу Итак Слева Вот этот Стакан Это деревенская Справа Это магазинная И по цвету Они Очень Сильно Ну Прямо Сразу Видно Теперь Надо Время Чтобы Они Немного Отстоялись И После Этого Значит Я Сниму Результат Итак Давайте Рассмотрим Результат Но Прежде чем Рассмотреть Результат Что у нас Получилось Как оно Отстоялось Давайте Вкратце Значит Здесь Производитель Ясно Пишет Что Сметана Состав Тоже Очень четко Написан Нормализованные Сливки Плюс Закваска Что В принципе И должно Быть Сметаной И Стоимость Этой Сметаны Около 100 рублей Ну и Как видите Такой Большой Солидный Объем 20% Здесь Значит Жидкости То есть Жирности И Сохранится Но 40 дней Почти 40 дней Это же Вот деревенская Срок годности 5 дней И Стоимость Его Почти 500 рублей За килограмм То есть В 5 раз Превосходит Магазинное По вкусу Могу сказать Что мне И то И то Нравится Но Все же Мне хочется Качественные продукты Потому что Я не знаю Что Туда еще Производитель Может добавить Потому что Судя по тому Что Здесь мы видим Присутствие Крахмала Или отсутствие Его Ну в данном случае Присутствие Крахмала Как здесь показано Мне это Вводит опасение Потому что Если Производитель Не указал Какие-то посторонние Вещества В этой сметане Значит Он мог добавить Еще что-то Ну хорошо Давайте перейдем Что у нас здесь Получилось Мы здесь видим Вот эту натуральную Сметану По крайней мере Те тесты Которые Показывают Что натуральные Как видите Однородные Здесь Практически Ну там есть Какая-то мелочь Плавает Но практически Ничего не плавает То есть Очень приятный вид Сметанового Напитка Можно же так сказать Что здесь Мы видим Магазинный Вариант Мы видим Что Наверху Поверху Плавает Какая-то Даже не знаю Как сказать Осадок Который сплыл Из чего он состоит Я не знаю Ну Судя на это Крахмал И наверное Пальмовый жир И также Он Не только светлый Но и видно Четко Что он Расслоился О чем говорит Что продукт Не может Раствориться Полностью В воде И все это Мне наводит На мысль О том Что этот продукт Некачественный Может быть Он не опасный Там Для здоровья Но все же Я предпочитаю Качественные продукты Чего Чего вам И желаю Иначе Откуда у нас У людей Может быть Здоровое тело Если мы питаемся Плохим Некачественным Продуктом В данном случае Сметаной На этом все Оставляйте Комментарии Пишите Может быть У вас есть Какие-то Свои опыты Или что Можете сказать По этому поводу И на этом все Будьте здоровы До новых видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok